здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачко а я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачко автор более 1000 опубликованных видео в интернете автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть них заказать и купить через интернет можно а сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и раскрыть еще некоторые особенности как правильно лечиться чтобы вылечиться и жить без болезней а именно как приготовить чай китайский правильно чай это эликсир бодрости такой эпитет известен действительно вслед за употреблением чая вас повышается настроению повышается работоспособность также говорят что чай это эликсир здоровья действительно если правильно использовать чай вы короткой перспективе вы получаете здоровье также говорят что чай это эликсир долголетия действительно если вы продолжаете правильно использовать чай то активное долголетие неизменное следствие этого процесса вот как приготовить чай чтобы этот эликсир бодрости здоровье и долголетия вам помогал достигать этих результатов вы узнаете в этом видео и на первое место его поставил выбор исходного сырья иными словами вы выбираете чайный лист ну пока вы выбираете по своему вкусу иными словами по сумме впечатлений цвет аромат вкус вы определяете вид чая их целая линейка зависимости от степени ферментации чайного листа можно получить белый зеленый желтый красный синий черный чай то есть это разные стадии управляемой ферментации которые изменяют состав биологически активных веществ и в зависимости от изменения состава можно рекомендовать их разным людям с лечебной целью это огромный материал эта тема для новой книги дополнение той книги которую я недавно опубликовал почти все о кофе который я рассказал такие же особенности использования кофе правильно иными словами зависимости от вашего первичного пола нужно выбрать уровня генетики дальше от переменных это возраст рост вес уровень здоровья образ жизни экологические климатические условия нужно вносить определенную коррекцию способ приготовления кофе чтобы он всегда соответствовал вашим возможностям вашего организма примерно то же самое и с чаем об этом я расскажу в новой книге пока выбираете по своему вкусу далее вода вновь биологически активные вещества имеют разную растворимость в разных средах иными словами зависимости от того с кислотная нейтральная либо щелочная вода а также состава макро микроэлементов зависят особенности излечения разы биологически активных веществ это тоже очень просто поэтому пока пока вы дождетесь моей книги выбираете просто очищенную нейтральную воду далее как приготовить чай нужно выбрать правильную температуру для экстракции полезных веществ и здесь есть рекомендации что вредна вода нагретая перегретая кипяченая иными словами самая полезная сырая холодная вода ну возможно она кому-то и полезно но для излечения биологически активных веществ из чайного листа вряд ли она вам подойдет очень малая экстракция возможно на просто холодной воде поэтому нагревать все таки придется здесь вопрос до какой степени часть экспертов советуют заваривать чайный лист когда вода достигнет кипения под названием белый ключ иными словами те газы которые растворены в воде пытаются выйти но еще находятся в воде и вот это состояние увидите вода стала белой я бы не советовал такой водой проводить экстракцию биологически активных веществ из чая по той причине что в этой воде кроме других газов есть кислород а кислород это очень активный окислитель активность которую усиливается при нагревании иными словами если вы водой в состоянии белый ключ зальете чай вы окислите биологически активные вещества и вам без разницы вы купили дорогой чай либо самый дешевый покупайте дешевый не тратьте зря деньги потому что пользу вы от этого полную не получите все равно но вода состоянии белый ключ очень полезно для правильного заваривания чая потому что вы ее будете использовать для обработки посуды в которой вы будете заваривать чай иными словами залили в чашку вы заварник она проведет дезинфекцию посуды особенно если вы сделаете несколько вращательных движений чтобы обработать всю поверхность и в этом случае вы достигаете две цели одновременно во первых дезинфекция посуды а это очень важно потому что даже любое количество скажем так микроорганизмов которые будут поступать ваш организм чаем и либо разрушенных либо в живом виде это угроза для вашего здоровья в перспективе иными словами про активное долголетие можете даже не мечтать поэтому водой состояние белый ключ вы обработали посуду а вода греется дальше доходит до кипения можно немножко покипятить чтобы газы все-таки максимально вышли из воды и вода была свободна от них далее вы выключаете а заварник у вас продолжает нагревать нагреваться и инфекция продолжается вот на этом этапе я бы советовал вам сделать какое движение вы посуду уже мы ее обработали она стала чище вы выливаете эту воду далее помещаете выбранный вами чай вы того вида которую вы предпочитаете пока пока вы не знаете об этом больше и остывающей водой это принципиальная позиция заливаете сырье заливаете чайник или в чашку и здесь очень важный момент время все о нем говорят я скажу так зависимости от того какое у вас сырье есть нужно считать время меньше всего времени нужно для того чтобы провести экстракцию из черного чая и синего это самые ферментированные они быстрее всего дают активные вествам самое длительное время это белый зеленый чай между ними желтый красный но время очень важно и какое количество если вы заварите черный синий чай то время заваривания 5 10 внимание секунд не более того если вы завариваете белый зеленый чай 20-30 секунд красный желтый понимаете по средине между ними то есть 10-15 секунд секунд не минут после чего вы сливаете эту воду канализацию не в чашку можно немножко обжать чайный лист чтобы удалить максимальное количество воды и только после этого заварник помещается небольшое количество сахара и продолжаю то вода которая продолжала остывать она дойдет примерно за это время к температуре примерно 90 градусов 80 90 это самая лучшая температура для экстракции биологически активных веществ из чайного листа и далее завариваете если это черный чай то 357 минут если зеленый чай это может быть 10-15 и даже несколько более минут просто более жесткое сырье медленнее отдает биологически активным веществам почему это очень важно именно этот промежуточный этап заваривания критически важен для вашего здоровья объясню этого на этот элемент практически никто не обращает внимание а это необходимый элемент для того чтобы у вас не только бодрость появилась и здоровье не сильно терялось но и чтобы активное долголетие было вашим просто на поверхности чайного листа находится произвольный набор возбудителей бактериальных грибковых вирусных инфекций а также возможно глистных и паразитарных инвазий не знаете вы всю историю чайного листа от плантации до вашей кухни вот здесь могут быть любые события от которых нужно уметь избавиться когда вы заливаете чайный лист первично вот на короткое время горячей водой начале вода попадает вы чайный лист и он разворачивается иными словами то что было спрятано вот здесь она становится доступным вы чайный лист заходит вода каждая клеточка напитывает влагу изменяется концентрация биологически активных веществ в клетке чайного листа большая выводе маленькая и в сторону меньшей концентрации идет движение жидкости с биологически активными веществами из поверхности чайного листа механически смывается независимости от ее рельефа смывается все что там было а иными словами я уже перечислил какие опасности там могут быть и вот этот первую эту заварку да вы потеряете часть активных веществ которые были в чайном листе но вам не нужно будет потом думать каким образом лечить бактериальные вирусные грибковые инфекции как избавиться от листов паразитов которые таким уникальным способом попали в ваш организм просто даже 15 минут заваривание вы заварники не хватит для того чтобы убить большинство патогенов часть погибнет отец останется слабенькие погибнут а вредненькие останутся и останутся в вашем организме и те даже самый дорогой чай вы используете так сумма активных веществ который в нем находилась она ничтожно мало по самим тем сколько сожрут в вашем организме возбудители разных инфекций понимаете в чем разница вот вот эта технология она позволяет извлечь максимум полезных веществ и у вас получается и эликсир бодрости и эликсир здоровья и со временем появится эликсир долголетия ну конечно больше информации я вам могу дать в новой книге о чае такую книгу со временем напишу и на своем канале расскажу а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами крепком здоровья и разумного нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео и не забудьте поставить на него лайк можете отметиться в комментариях если вы не знали об этой особенности приготовления чая которая гипер важна для вашего здоровья напишите я не знал или я не знала или возможно свои какие-то комментарии не забудьте поделиться возможно ваши друзья которые тоже с вами любят пить чай не знали об этом это очень важно знать и правильно использовать до новых встреч на моих видео каналах доктор скачков и школа доктора скачков это youtube а также школа доктора скачков в instagram и клуб профессиональных кофеманов facebook и